Всем привет! В данном ролике я хочу показать, как можно доказать самому себе, что феномен электронного голоса, ну или запись голосов с потустороннего мира, реален. Вот мой аккаунт в ТикТоке. Здесь я выложила это видео с воробьями. Но примерно через месяц я решила перезалить его. Стала обрабатывать звук, удалила шумы и обнаружила кое-что интересное. Итак, появилось мое первое видео о феномене электронного голоса. Это видео залетело в рекомендованные. Было много комментариев. Те, кто слышали, те, кто не слышали, подчеркнули, что каким именно голосом слышали. Но были и критики. Вот одна из них решила меня обвинить в мошенничестве. Хотя я ни копейки не получала с этого видео и не предлагала никаких платных услуг. Зашла к ней на страницу. На тот момент она была открытая. И нашла такой контент, где она показывала свой дом, каждую комнату. И там был слышен сквозняк сильный. Видно было, что она была одна в доме, никого не было. Я подумала, что шум ветра – это отличная подложка, то есть материал для потустороннего мира, чтобы сформировать слова. Я не ошиблась. Там на самом деле был слышен голос мужской, такой мистический. Он протяжно звал Ирина. Сейчас я вам покажу. Вот я уже по другим видео пишу ей комментарии. Пишет, что она была не одна, у нее сестра Ирина. То есть я как бы угадала с именем. Но она написала, что в доме был муж. На самом деле в том ролике, где она снимала, этот свой дом не было никого. И голос мистический явно это не из этого мира. Он сюда пришел. И с тех пор она, в общем, закрыла страницу. Перестала меня, значит, беспокоить. Так что делайте выводы сами, не маленькие. Всем пока!